Привет, друзья! Сегодня будем жарить рыбу с луком. Я уверена, жарить рыбу может каждый. А вот вкусно пожарить? Нет. Нам потребуется растительное масло, мука, рыба. У меня ментай. Вы можете использовать хек, любую белую рыбу. Много лука, соль и перец. Ну что, начинаем? Первым делом ставим сковородку на плиту. В муку добавляем перец, черный молотый. Добавляем соль. Я рыбу больше солить не буду, вот только в муке. Вот муку я всолила, все. И каждый кусочек хорошо обваливаем муке. Кто-то обжаривает рыбу во фритюре, кто-то в сковородку добавляет масла растительного. Совершенно мало. Но вообще рыба любит масло. И очень вкусно. Вот я, когда, допустим, жарю рыбу, просто обыкновенно, без лука, я добавляю масла, так, немало, обжариваю рыбу. И потом вот в этом масле хлебушек мыкаю. Ой, как вкусно! В общем, вкус детства. Сейчас масло нагреется и будем обжаривать. Все. Друзья, чтобы получилась у нас вкусная рыба, мы используем три правила. Первое правило. Приходите в магазин, покупаете рыбу. Обращайте внимание, чтобы брюшко у рыбы было упругое. Если брюшко такое вот мятое, то, значит, эта рыба была уже размороженная. Размороженная рыба, вкусной, получиться не может. Она будет уже не сочная. Плиту уменьшаем на семерку. И начинаем обжаривать рыбу. Рыбу буду обжаривать, наверное, двумя партнами. Рыбу обжариваем на хорошем нагреве, чтобы у нас получилась корочка. Рыба жарится, нарезаем лук. Лук нарезаем вот так вот. Такими слайцами. Ну или полукольцами. В этот рецепт лука идет достаточно много. Вот сейчас мы рыбу обжарим с обоих сторон, а потом будем обжаривать лук. И рыба наша в конечном итоге будет тушиться вместе с луком. С одной стороны рыбка обжарилась, переворачиваем на другую сторону. Видите-ка, интересная корочка получилась золотистая. Так, нагрев я сейчас прибавлю. Он уже падает. Сделаю. Так. На восьмерку. Делаем на восьмерку. Рыбка у нас пожарилась. Вот с этой стороны, посмотрите, тоже. Скорочка золотистая. Выкладываем. Да. Масло стреляет. Нужно, друзья, аккуратно хранить маслом растаренном. Загладываем вторую пасту рыбам. И тоже обжариваем. С этой стороны рыбка пожарилась, переворачиваем. Да, стреляет, конечно, в друзья. Обжариваем рыбку с этой стороны. Обратите внимание, сколько лука много. Целая большая миска. Вторая картия отжарилась рыбам. Выкладываем. Вот видите? С той стороны корочка. Вот такая. Друзья, что мы делаем далее. Вот эти шкварки от рыбы мы все убираем. Масло не сливаем, не выливаем. Шкварки я с масла все убрала. Теперь кладем сюда лук. Лук обжаривается. Немного поперчу. И совсем немного, одну каплю посарю. Все хорошо перемешаем. Но еще пожарим лук. Нам нужно, чтобы лук так немного подрумянился. Обжариваем лук. Лук обжарился. Выключаем плиту. Лук перекладываем в тарелку полностью. Сковородка у меня чистая, без масла. Укладываем рибу. Вот так вот. Сок выливаем в тарелку. Выкладываем весь лук. Закрываем крышку. Включаем плиту. И пусть рыба под крышкой вместе с луком потушится минут 5-7. Рыба должна полностью пропитаться вот этим луковым соком. Рыба тушится с луком под крышкой 7 минут. На шестерке выключаем. Она полностью готова. Друзья, вот когда я в сковородку сначала рыбу положила. Потом положила лук обжаренный. Можно было бы, кто желает, сверху еще полить сметаной. И потушить тоже минут 5-7. Тоже получилось бы очень вкусно. Но вот я решила вам показать рецепт без сметаны. Выкладываем рыбу. Вот мы масла нисколько больше не добавляли. И сколько много сока. Сок этот нам дал лук. Так как в луке очень много сока. Вы посмотрите, какая рыбка получилась. Супер. 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 Когда мы сначала рыбу обжариваем в большом количестве масла до корочки, потом мы еще эту рыбку с луком тушим. В общем, вкус неповторимый. Это просто нужно попробовать. Рыбку выкладываем. И будем пробовать. Друзья, чтобы у вас получилась вкусная жареная рыба, нужно использовать три правила. Первое правило. Рыба должна быть свежая, не размороженная. Второе правило. Рыба любит растительное масло. Не жалейте. Обжаривайте в большом количестве растительного масла. И третье правило, чтобы рыба была вкусная. Жарьте рыбу с луком. Но это очень вкусно. Рецепт этот вам стоит попробовать. Вообще рыбу кушают руками. Но так как рыба с луком, я буду использовать вилку. Рыба вообще просто разваливается у нас. Слов нет. Рецепт пушка. Самое настоящее. У меня на канале есть рецепт рыба тушеная в овощах. Я рыбу тушила на даче в большом 12-литровом казане. Там мы использовали и лук, и морковь, и помидоры. Получилась бесподобная рыба. Но вот этот рецепт, когда мы рыбу тушим именно только с луком, не менее вкусный. Лук придает нашей рыбе свой неповторимый вкус. Сладость какую-то. Вкус лука. В общем, готовьте по этому рецепту. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Я вам желаю приятного аппетита, отличного настроения, хорошей погоды. И побольше вот таких вкусных, простых и бюджетных блюд на вашем семейном столе. Всем пока, друзья. До следующего видео. Вы посмотрите. И какая эта рыба получилась сочная за счет лука. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok